Прием депутата областной думы Любови Милосердовой в этот раз провели ее помощники. По состоянию здоровья депутат лично не смогла присутствовать. Но так как встречи были назначены, то все обращения должны быть выслушаны. И все необходимые документы рассмотрены. В лидерах обращения по жилищно-коммунальному хозяйству. Дом по адресу Комитетская, 20. Жители своими силами добиваются, чтобы им создали комфортные условия для проживания. Управляющая компания начала капитальный ремонт, но не закончила. Сделали крышу, покрасили фасад, отремонтировали канализацию. Но вот отмостку у дома почему-то не сделали. Грязь и недоделки заставляют теперь неравнодушных жильцов дома ходить по всем инстанциям. Мы не просим нам весь двор сделать то, что вы сделали. Сетевая компания не хотят. Я не знаю, почему они не хотят делать это. Они же это сделали. Они все это взрывают. Нарушили и должны были остановиться. Рай Захар, я так понимаю, что из всего вот этого количества ваших переписок это последнее обращение. И это мы хотим ехать в переписку, потому что уже тут бесконечно. Так, Рай Захар, я думаю, по вхождению в ваше обращение правильное к Николаю Михайловичу и по представлению документов, если вы комитет здесь, вернее, в отдел передадите документы, чтобы можно было в дальнейшем проследить. А вот по поводу обращения я, значит, по нарушению асфальтового покрытия сделаем таким образом запрос на сетевую компанию. Что еще ответит Любовь Полный? Проблема в этом же микрорайоне, но на соседней улице. Уличком просит похлопотать об освещении. Хотя бы два фонаря повесить на улице Клубная. Боится, что ночные гонщики могут не увидеть пешеходов. Два фонаря, только всего. Помоги, пожалуйста. Надо вообще посмотреть, есть ли там технические возможности, это, конечно, в первую очередь. Если есть, то попросить уже с тем, чтобы у вас там это поставили, освещение. Я сейчас не готова, естественно, вам сразу ответить, будет ли решен. Но давайте мы изучим этот вопрос. У другой жительницы города вопрос пенсионный. Отработала более 30 лет, но в стаж не вошло обучение. В итоге сумма пенсии чуть выше прожиточного минимума. Вопрос сложный, сразу ответила помощник депутата, так как регулируется федеральным законом. До 2004 года учились, я не говорю, который сейчас учится. Наши же права нарушены, правильно? Сложно сказать. Вот когда законы принимают, они же для человека. Однозначно. А у меня против человека. Нет, и меня же направили, если бы сказали, что там стаж не входит, я бы, может, не поехала. Многие ведь не стали учиться. Я тогда по радио услышала, когда еще радио было. Это законотворческая деятельность. Можно сказать, что в Конституционный суд это надо все подавать. Может быть, даже так. Вопросов волнующих горожан предостаточно. Все их передадут депутату облдумы Любови Милосердовой. И по каждому обращению обязательно будут подготовлены ответы и решения. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...